Библиотеки, стадионы и спортивные площадки на открытом воздухе все же откроются в ближайшее время. Такая рекомендация прозвучала на заседании оперативного штаба по коронавирусу, где подвели итоги недели после выхода на первый этап снятия ограничений в республике. По данным Минздрава Чувашии, в регионе наметилась устойчивая тенденция к снижению числа выявляемых случаев заражения COVID-19. Менее 70 человек ежедневно. Центр распространения, который на сегодня у нас равен 0,93, при рекомендувании не более единицы. Процент свободного конечного фонда равен 51,2 процента, при рекомендувании 50 процентов и более. Показатель тестирования на стоточное население на 26 июня составляет 118,86. Есть незначительное снижение буквально в течение 1-2 дней. На 26 июня в Чувашии зарегистрировано 4860 зараженных, из которых 2807 выздоровели, 28 скончались. Наибольшее количество зараженных, а это 40 процентов, в Чебоксарах. По-прежнему неблагополучно в Ядринском районе. В столичном детском доме «Малютка» зарегистрировано 7 случаев заражения вирусом. Отметим, что учреждение работает в закрытом режиме. В последнее время отмечен прирост вне больничной пневмонии, вызванной коронавирусом. Почти в два раза отмечает Роспотребнадзор Чувашии. И это вызывает особую озабоченность. Поэтому сильно спешить не стоит. Однако некоторые объекты все же откроют. В части вот так называемых открытых объектов физической культуры и спорта здесь, мне кажется, сомнений уже у нас не должно оставаться. Нам надо найти эти библиотеки. Я тоже полностью поддерживаю. То есть формат выдачи книг по записи без соблюдения мер безопасности, это тоже, мне кажется, надо запустить. Напомним, из республиканского бюджета были выделены дополнительные средства для дезинфекции общественных пространств, открытых площадок, остановок общественного транспорта, придомовых территорий и подъездов многоквартирных домов. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Игорь Зверев, Республика.